Всем привет! Сегодня 0.03, 0.05, 20.23. Видите, решил еще записать одно видео. Почему? Потому что ночью были два дрона, которые появились над Москвой, над Кремлем. Есть видео, как они взрываются. Один прямо там, где стоит этот флаг над Кремлем, этот кремлевский дворец, купол, горит потом. Второй якобы тоже где-то попал. И днем уже во второй половине дня вдруг появилось только заявление Кремля. Песков там, так сказать, прорезался и сказано, что это террористическая атака со стороны Украины, украинского режима, что они оставляют за собой право совершить адекватные ответные действия, когда сочтут нужным и так далее, и так далее. Ну, уже сочли. Бьют по Херсону, по селам рядом. Погибли уже до восьми людей. Эпицентр, как известно, нанесен удар в этот строительных материалов, торговый центр. Ударили по Херсонскому вокзалу. Как раз поезд должен был отправляться в Херсон и Львов. Там тоже есть несколько погибших и раненых. Ну, звери. Московское звериное когибистское отродье щечников во главе с этим патологическим убийцем Путиным. Но это означает, что уже противостояние выходит под контролем и, по сути, оно переносится, как я уже не раз говорил. Объяснял вам и в других своих, и на своем канале, и на других каналах, что оно переходит уже в сферу, когда война перейдет на территорию агрессора. Так или иначе. По-разному пишут. Если посмотрите, там эти комментарии разные пишут, что это они сами сделали. Но, в принципе, это как бы уже, это как Гитлер сделал его партия, сделала поджог Христага. Потом они свалили это на коммунистов. Там целый процесс был. Димитрова. Он отбивался, оправдывался, отбился там и так далее. Но это не имело уже значения. То есть Гитлер тогда с помощью этого действия колоссально усилил свои позиции, его партия. Потом уже для того, чтобы начать Вторую мировую войну, он сделал Вторую. Много было провокаций. Он на эту территорию заходил, французскую, которая была у них от Торнгнута, завел туда батальон с оружием, но без патронов боевых. Потом, то есть Гитлер это вообще сплошная провокация. Так же, как и Сталин. Это два таких, два урода, убийцы. Фактически Путин такой же. Однозначно такой. Что Шаломов Путин, что Шикельгруберг Гитлер, что Джугашвили Сталин. Это все одно отродье. Они и действуют одинаково. И это известно, что гестапо, НКВД работали вместе. И у них был договор и так далее. То есть это было, они структуры были. Потом просто разошлись, как звери за большей территорией стали между собой биться. Кто будет владычествовать. Приблизительно сейчас ситуация с Путиным такая же. То есть он настроен захватить Украину. Самое главное, что здесь не то, чьи были дроны. Это абсолютно как бы не главное. Главное то, что последует за этим. То есть так же, как Северный поток или Крымский мост. Кто их взорвал, это тоже не имеет значения. Главное, что потом идет акт возмездия. То есть то, что я вам говорил. Будет удар по Киеву, по Львову. По центрам принятия решений. Поскольку тут по Кремлю удар, по Путину удар. Он был нанесен. Там он живет в этом Кремле очень часто. То, по идее, должен быть теперь удар по банковой, по президентской администрации соответствующей. Ну, по Верховному Совету, по Кабмину. Вот. Но, правда, по ком бить? Если Зеленский сегодня вдруг уехал с неожиданным визитом в Хельсинки. И будет там вечером... Ну, была бы с президентом встреча в Финляндии. Теперь будет вечером он будет участвовать в встрече с премьер-министром северных стран, министрами. Вот. Тринадцатого у него запланирована поездка в Германию. То есть, а может, он и не вернется до этого времени. Тогда, по ком они будут бить, акт возмездия. Если Зеленского нет, он будет на расстоянии руководить. Или как? А если он вернется, то куда он вернется? В какой город? То есть, для... Ситуация запутывается. Она запутывается. И такой клубок. А с другой стороны, когда начнется наступление, вот, когда оно будет... То есть, происходят какие-то очень неожиданные события для простых людей. И есть план. План есть, и стороны наносят очень такие серьезные удары. И удары по Херсону, они, конечно, очень такие верлумные и против опять людей. А, естественно, что ненависть к Путину и к РФ, и к руководству Российской Федерации в мире, в западном мире, растет среди правящих элит, скажем так, очень серьезно. Очень серьезно. И все понимают, что Путин уже перешел все границы. Договориться с ним невозможно. И что он представляет угрозу. Единственная сила, которая ему сегодня противостоит, это реально Украина. Поэтому, как бы, все думают о том, как усилить Украину в данном случае, чтобы она могла эффективно противостоять. Потому что они все перепуганы уже реально. Они видят, что уже Путин совершенно утратил реальность, ощущение. И он просто впадает уже в полное безумие. Так же, как Лукашенко. Так же, кстати, как Эрдоган. Поэтому уже от них можно ожидать, от этой группы. Ну, там еще есть Северная Корея, Иран. То же самое. Поэтому видно, что складывается вот эта группа обезумевших диктаторов. Разного уровня, типа. И они, конечно, становятся чрезвычайно опасны. Конечно, этот Байден не в состоянии им оказывать сопротивление. Так что, вот, произошла такая ситуация. И произойдут еще более серьезные события. Я думаю, это только прелюдия. И в ближайшие дни эти события приобретут просто взрывоподобные. Как вулканы извержения. Как землетрясение вот в Турции было. Вот такое произойдет. В принципе, у меня есть мои версии, сценарии. Не хочу их просто озвучивать вам. Единственное, могу сказать, не сидите. Сто процентов. Это у меня один из тех, кого я консультировал. Так он все мне рассказывал. Шолик говорит, что вы говорите, а там все, на Киев нет ударов. Нет, вот я уже там и за тем съездил, и за этими съездил. И все, и так далее. И вот вы ошибаетесь с вашими прогнозами. Ну, это от такого, знаете, непонимания. Это неофиты. Они не образованные достаточно. Они, когда ты человеку консультацию оказываешь, поддержку оказываешь, все. То людям, когда у них как бы все классно получается, они начинают тебе объяснять, как жить надо. Понимаете? Ну, это нормальный процесс. Это всегда не учи, неофиты, они так действуют. Поэтому, вот один у меня еще тоже такой друждруг поехал, так сказать, за нашей спиной, поехал на фунт туда, на это, в монастыри. Поэтому, вот этот Епифаний благословил, который под анафимами находится, понимаете? И сейчас будет менять, собирать, будет менять календарь с Юлианского на католический, ватиканский, григорианский. Ну, что сказать? Нечего сказать, понимаете? То есть, когда неучи начинают что-то делать, ничего хорошего из этого не выходит.